13 января в день российской печати состоялась ежегодная пресс-конференция губернатора Ставропольского края. Владимир Владимиров обсудил с журналистами самые насущные проблемы региона. В первую очередь вопросы коснулись антиковидных мер, в частности QR-кодов, которые на время праздников были отменены. Я выходные также провел здесь, в Ставропольском крае, тоже посещал с детьми, на 100% остановилось. Все, кто захотели, пришли, все, кто отдохнули с детьми, посетили все места развлечений. Поэтому я думаю, что как минимум 30% возврат предыдущей загрузки мы получили. Если говорить о продолжении истории, сегодня, несмотря на то, что мы видим рост заболеваемости, фактически в два раза произошел, койка в Ставропольском крае как была свободна, так и свободна. И поэтому мы ориентируемся здесь в большей степени на загрузку койки, на загрузку медицины. Пока мы не будем видеть кратного роста загрузки койек, у нас решения по введению QR-кодов приниматься в Ставропольском крае не будет. Также одной из злободневных проблем прошлого года стали цены на продукты. Рекордно высокой отметки достигла цена картофеля. На рынке он стоил почти 50 рублей за килограмм. Губернатор отметил, что Ставрополью просто необходимо наращивать объемы производства овощей. 37 рублей яблоки, 50 рублей картошка. Это была такая катастрофа. Мы, честно, создали программу, поехали, заручились поддержкой министера сельского хозяйства Дмитрия Николаевича Патрушева о том, что мы будем двукратно увеличивать объем производства овощей открытого грунта на территории Ставропольского края. Конечно же, ведь мы производим овощи очень много. Мы в четыре раза нарастили производство в этом году, где-то около 600 тысяч тонн всех вместе. Морковка, свекла, картошка, лук мы будем производить. Но мы всего лишь 5% из этого объема перевалываем через собственное производство. Вот то, что про переработку я говорил. И фактически все увозим на распредцентр в Краснодарский край, а оттуда уже возвращается на все с наценкой распредцентра. Потенциал земли фактически уже использован. Либо нужно переходить в овощи, в сады, в виноградники, куда мы сейчас идем очень плотно, либо переходить к переработке, куда мы также плотно идем. Вот этими двумя направлениями будем жить в ближайшее время и также будем наращивать объем производства сельхозпродукции. Проблемы транспортной сети региона тоже не остались без внимания. Журналистов интересовало, будут ли расширять авиа и ЖД направления. В скором времени в крае планируется наладить железнодорожное сообщение между Ставрополем и Кавминводами. А после масштабной реконструкции аэропорта города Ставрополя значительно расширится и география полетов. Городской общественный транспорт тоже планируется обновить. Нельзя говорить, что вопрос решен, но тем не менее мы стараемся попасть в программу развития внутреннего транспорта городов и наш электротранспорт, и развитие электросилотевого транспорта, включить в федеральную программу безопасной качественной дороги, для того, чтобы поменять эти трамваи, вне сомнения, не все, но хотя бы частично начать менять и троллейбусы тоже в городе Ставрополе. И следующим трамвам очень бы хотелось, чтобы отрегулировать наполняемость наших маршрутных такси, потому что их много. Мы очень хотим перейти к маршруткам посадочными местами не менее 23. 2022 год на Ставрополье объявлен годом курортов. Поэтому новые направления совершенствования Кавказских минеральных вод в приоритете. В этом году будет сформировано 5 зон развития городов-курортов. Кроме того, в планах продолжить строительство автомобильной дороги Кисловодск-Сочи. По мнению губернатора Ставрополья, новая дорога поможет в дальнейшем развитии и создании разнообразных курортов. Сегодня транспортная доступность, в общем-то, все на колесах, все на автобус можно сесть. Потом, я уверен, что в будущем уже, может быть, и не про моей жизни, но появится железная дорога, которая свяжет все эти курорты в единый облик. Очень хочется, чтобы мы лечились, поправляли здоровье на Кавминводах. Но есть какое-то свободное время. Очень хочется поехать на лыжах покататься. Ну, есть свободное время. Вот после обеда. Мы все, очень многие отдыхающие, берут маршруты и выезжают в горы Карачаево-Черкесия, Кабарино-Балкарию, в Чеченскую республику, в Северную сеть Алании и посещают места. Очень важно для них хорошую доступность обеспечить. Для этого надо от Кисловодска до Карачаевска через Плату-Бермамута делать хорошую дорогу для нас. Дальше, ну, человек вот приехал на море, ему там плохо стало, ну, что-то с желудочком, да. Он поехал, весь синтуки водички попил с моря. Появится, как вот у нас сегодня есть, там, проездной, который действует на железную дорогу, на автомобильную дорогу, на авиаперелеты. Появится такой же общий какой-то платеж за всю инфраструктуру отдыха этих трех направлений. Горы, курорты, оздоровительные моря. Это будущее. Но для того, чтобы это будущее появилось, нужна эта дорога. На пресс-конференции удалось также обсудить локальные проблемы районов Ставрополья, связанные с экологией и развитием инфраструктуры. Губернатор поздравил журналистов с профессиональным праздником и поблагодарил все Ставропольское медийное сообщество за плодотворную работу. Дарья Семеренко, Вячеслав Юшкевич, АТВ Ставрополь.